Привет, друзья! Меня зовут Павел, я куратор в проекте Ивана Никитина. Сегодня мы узнаем, как бороться с разрывом геометрии при использовании карты Displacement. Если у вас появятся какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях к этому видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить обновления. Также напоминаю, что у нас на сайте есть бесплатный стартовый курс по 3D Max. Если еще не видели, посмотрите прямо сейчас. Ссылки есть в описании к этому ролику или нажмите прямо на эту кнопку на видео. Давайте приступим. Видим сейчас после рендера у нас есть в некоторых местах вот такие щели, там где Displacement начинает выдавливать наши полигоны. Чтобы от них избавиться, у нас есть два пути. Первый это применить модификатор V-Ray Displacement Mode и назначить карту Displacement в этот модификатор. Настроить необходимую силу выдавливания. Давайте это будет 15 миллиметров. Посмотрим. А карту Displacement в материале выключить. Также в настройках модификатора поставить галочку Keep Continuity. Как раз таки благодаря вот этой галочке все углы у нас закроются. Давайте посмотрим, как это выглядит. Вот видим, что сейчас все проблемы на углах исчезли. Это первый способ, пожалуй, самый простой, но здесь есть небольшой минус. То, что здесь угол получается абсолютно острый и надо дополнительно нарабатывать фаски. И также работать с маппингом, чтобы никаких не было проблем. Есть второй способ. Для этого мы на первоначальном боксе добавим несколько граней. Поэтому назначаем модификатор EditPoly и при помощи коннекта добавляем несколько граней. Сейчас видим, что маппинг немного портится, но мы это поправим немного позже. Вот. Обязательно так. Хорошо. Теперь назначаем модификатор EVW Map, чтобы... Прежде конечно снимаем отделение с полигонов, чтобы с маппингом никаких проблем у нас не было. После этого выбираем смежные полигоны на углах и назначаем им одинаковую группу сглаживания. Например, первую. Включаем обратно наш Displacement. Можем сделать немного сильнее, чтобы он был более явный. И можем рендерить. Ну что, наш рендер подходит к концу. Видим, что сейчас угол получился более плавный, как будто бы с фаской. Никаких разрывов не наблюдается. Все очень хорошо выглядит. При этом Displacement остается. Видим, что геометрия действительно выдавливается. Спасибо за просмотр. Надеюсь, видео оказалось для вас полезным. Если так, то делитесь с друзьями. Ставьте лайки. Всего доброго!